Сделайте эту обработку и вы избавите свой сад от огромного количества болезней и даже части вредителей. А поможет в этом вам простое и всем доступное удобрение. В этом видео я расскажу, какие ветки обязательно нужно обрезать у деревьев и кустарников осенью, зачем нужен влагозарядковый полив, как и чем правильно обработать деревья и кустарники от болезней. А в конце видео расскажу о распространенной ошибке, которую допускают не только начинающие садоводы. Поехали! Во время уборки яблок, хотим мы того или нет, мы часто повреждаем веточки. Если вам удалось снять яблочко целиком, это хорошо. Но бывает так, что где-то мы сломали плодушку, это травма. Где-то мы доломали веточку, но кроме того, болезни тоже не спали. Где-то плодовая гниль вызвала усыхание, где-то проснулся обыкновенный рак, и мы в процессе уборки это все замечаем. Так вот, не откладывайте до зимы удаление поломанных, больных, сухих веток. Удаляйте их сразу же, как только их заметили. А именно после уборки. Это санитарная обрезка. Ее мы проводим независимо от времени года. Как только увидели проблему, удаляем сразу. Сейчас самое время вырезать также веточки, пораженные мучнистой росой яблони. Возбудитель болезни зимует в коре, в почечных чешуйках и прекрасно сохраняется. И не всегда доступен разным фунгицидам. Поэтому, если мучнистой росы немного, лучше такие веточки удалить. Срезаем их с переводом на почку или на веточку. Следующее, что мы обязательно должны сделать, это убрать всю падалицу. Может, что-то вы не заметили, что-то упало позже, но опавших яблок в саду на земле оставаться не должно. Их можно пустить на яблочный уксус, если они хорошие, на сушку, на переработку. Или, если они совсем гнилые, на компост. Но только не оставляйте в саду. Если на деревьях остались гнилые, больные яблоки, убираем их сразу же, как только заметили. Это тоже источник инфекции. Все срезанные, больные, сухие, поврежденные ветки отправляем сразу в костер. Нечего держать инфекцию в саду. Наша задача уничтожить ее, свести к минимуму. Следующее, что обязательно нужно сделать после уборки урожая, это обеспечить деревья влагой. Провести влагозарядковый полив. Зачем он нужен? Дело в том, что сейчас стоит очень сухая погода. По крайней мере, у нас в Беларуси изрядной части Российской Федерации. Дождей у нас не было уже три недели, пошла четвертая. И в почве ощущается серьезный дефицит влаги. Я сейчас покажу, специально подкопаю почву. Смотрите, на глубине 15 сантиметров земля сухая. Растениям жизненно необходима влага. Если оно уйдет в зиму, испытывая дефицит воды, оно очень плохо перезимует. Такие деревья легче подмерзают. Они легче повреждаются вредителями, особенно древоточцами. Они легче и серьезнее повреждаются раковыми болезнями коры и древесины. Это научный доказанный факт. Поэтому обязательно проводим осенний влагозарядковый полив. Вы спросите, как его провести? И сколько же лить воды? Кто-то ограничится ведром под такое дерево. Но на самом деле здесь расчет очень точный. В зависимости от того, какой тип почвы у вас, количество воды может варьироваться от 40 до 60 литров на квадратный метр проекции кроны. То есть вы условно проецируете крону вашего дерева на землю, прикидываете площадь. Вот здесь чуть больше метра квадратного. Маленькое деревце на карликовом подвое. Ему понадобится на нашей почве 50 литров воды. Вносить ее нужно в несколько приемов. Ведь если я вылью все сразу, она растечется по поверхности газона, уйдет. Ее лучше вносить в 2-3 приема. Если у вас идет задернение, как здесь, то есть есть трава, есть газон, он перехватывает очень много воды, то лучше будет, если вы предварительно проткнете газон острым колышком, ломиком, а любым острым предметом на глубину хотя бы 15 сантиметров. Зачем? Таким образом, вода при поливе будет сразу поступать в корнеобитаемый горизонт. Это глубина 20-25 сантиметров, где базируется, находится основная масса корней плодовых деревьев. Таким образом, вы насытите почву под деревьями влагой, насытите деревья водой, и они уйдут в зиму обеспеченными в состоянии хорошего тургора. То есть клетки будут обводненные, устойчивые и к морозам, и к перепадам температуры, и к болезням, и к вредителям. Поэтому приступаем к поливу. И, кстати, с поливом, вот именно сейчас, пока стоит теплая погода, можно совместить внесение такого ценного препарата, как метаризиум и баверия. Зачем? Дело в том, что в почве, хотим мы или не хотим, постоянно заводятся хрущи и проволочники. Они существуют, это естественный, можно сказать, организм, естественное животное этой среды. Но когда их слишком много, они наносят существенный ущерб нашему саду. Поэтому, если мы обогатим почву паразитическими грибками, метаризиумом, баверией, которые вызывают у личинки майского жука, у хруща заболевания, то их у вас станет намного меньше. Сначала проливаем почву, и только потом разбавляем в последней порции воды немного баверии и метаризиума, согласно инструкции, и поливаем уже увлажненную почву. И только так он будет работать очень и очень хорошо. Если вы это сделаете, грибки распространятся в почве, пока стоит теплая погода, зимой перейдут в состояние покоя, а весной снова начнут работать. То есть мы работаем на опережение благодаря вот этим биопрепаратам, создавая благоприятные условия для роста дерева и неблагоприятные для жука. Итак, мы сделали санитарную обрезку, убрали гнилые плоды, падалицу, мумии из деревьев, сделали влагозарядковый полив и обязательно добавили в воду метаризиума и баверии, чтобы они там работали. А сейчас приступаем, собственно, к искореняющей обработке. Но прежде чем ее сделать, давайте объясню вам, что же такое искореняющая обработка и почему ее так называют. Искореняющая обработка сегодня – это не то, что было 30-40-50 лет назад. В то время применялись очень жесткие, очень опасные пестициды, после которых реально в саду не оставалось ничего живого, ни болезней, ни вредителей. Но и на наше здоровье, и на здоровье окружающей среды, на ее состояние это тоже оказывало крайне негативное воздействие. Нитрофен, днок и другие жесткие препараты давно запрещены к применению. Поэтому сейчас мы применяем более мягкие средства, такие как карбамид, препараты меди. Но вот название осталось прежним. То есть 100% искоренить все болезни, всех вредителей эта обработка не может. Она призвана значительно уменьшить запас инфекции в саду. И она, кстати, не убивает 100% всех насекомых, которые есть у вас на деревьях или под деревьями, но снижает их количество, поскольку концентрация карбамида, мочевины, которую мы используем, может действовать на насекомых и их личинок тоже токсически. Когда проводят искореняющую обработку? Ее не нужно проводить сразу, как только вы сняли урожай, особенно если речь идет о летних или осенних сортах яблок или груш, или о косточковых, которые вы собрали еще в июле месяце. Искореняющую обработку правильнее всего проводить в конце сентября, начале октября месяца, когда начинается листопад или вот он только-только должен начаться, когда появились первые желтые листики. В таком случае, даже если вы чуть-чуть превысите концентрацию и сожжете где-то листву на деревья, это не окажет никакого негативного влияния. Кстати, в прошлом году мы провели очень хороший опыт, и вот именно эту яблоню мы обработали мочевиной, карбамидом, в различных концентрациях. Там у нас было 5, 10, 15, 20 процентов. Так вот, только 20-процентный раствор мочевины вызвал ожог листьев. Но на следующий год яблоня как ни в чем не бывала, распустилась, зацвела, и тут было даже 3 яблока, несмотря на серьезный заморозок, минус 3,5-4 градуса в мае месяце. Итак, проводим искореняющую обработку перед началом листопада, конец сентября, начало октября месяца. Какими препаратами проводим? Естественно, днок или нитрофен я не буду вам рекомендовать, я не враг вашему здоровью. Мы будем использовать самое доступное и экологически безопасное средство карбамид, оно же мочевина. Также можно использовать различные виды селитры, аммиачную, калийную селитру. Ну, конечно, аммиачная селитра – это самый предпочтаемый вариант использования селитр. Я бы, если бы у меня был выбор, использовала, допустим, либо карбамид, либо ее. Какой концентрации используем? Для яблони и груши оптимальная концентрация 7-8, можно даже 10%. Что это значит? На 10 литров раствора вам понадобится килограмм, если это 10%, или 700 грамм, то есть литровая банка карбамида. Но бывают ситуации, когда у вас в саду не только яблони и груша, у вас есть косточковые, а они гораздо более чувствительны к такой концентрации, и это может вызвать ожог молодых побегов. Преждевременное сбрасывание листьев, когда вы еще не планируете. Вот для них концентрация раствора мочевины должна быть не более 5%. То есть на 10 литров раствора 500 грамм мочевины. Но есть ситуации еще более сложные. Год выдался болезненный. Это значит, у вас в саду было много парши, много филостектоза, короче, листовых пятнистостей моря, бушевала мучнистая роса и прочие нехорошие болезни. Особенно, если это, не дай бог, болезни коры и древесины. В таком случае берите, пожалуйста, препараты меди. Если фитосанитарная обстановка нехорошая, неблагоприятная, обрабатывать медью можно и два раза за сезон, рано весной и поздно осенью. Обработка бордовской жидкостью осенью ни в коем случае не отменяет весеннюю обработку. Ведь за зимний период медь на ветках смоется, станет неактивной, и придется повторить ее все равно, чтобы убрать тот запас инфекции, который осенняя обработка убрать не смогла. Либо то, что принесло ветром соседнего участка. Поэтому, если у вас все хорошо, берем карбамид. Для яблони и груши 7-8-10% максимум. Ожогов не будет. Для косточковых готовим слабенький растворчик, не более 5%. И обрабатываем, как правильно приготовить раствор мочевины. Здесь многие делают ошибку. Когда хотят приготовить, допустим, 10% раствор мочевины, они берут килограмм удобрения и 10 литров воды. Это ошибка. Мы берем килограмм удобрения, засыпаем в ведро. Вот у меня там приготовлено, сейчас будем делать все вместе. И доливаем воды до 10 литров. То есть, ее пойдет меньше. Тогда концентрация будет именно такая, какая вам нужна. А сейчас, собственно, приступаем к обработке. Как правильно приготовить 7% раствор мочевины, которым мы сегодня будем обрабатывать наши яблони и груши. Для приготовления 10 литров раствора нам понадобится 700 грамм мочевины. Насыпаем мочевину. Как раз 700 грамм в литровой баночке. Доливаем воды до 10 литров. А вы знаете, что растворение мочевины, а еще лучше селитры, вызывает очень сильное охлаждение раствора. И чем выше концентрация, тем сильнее остывает раствор. Мы однажды с братом провели такой эксперимент, когда были школьниками. Растворяли селитру в воде и замеряли температуру обычным термометром, который висит у нас на улице. Так вот, мы догнали температуру раствора почти до минус 15. Представляете, конечно, испортили изрядную долю удобрений, но получили ценный жизненный опыт. Здесь у нас получилось 10 литров 7% раствора мочевины. И только после того, как вы его растворили, мочевину в воде, заливаем в опрыскиватель. Зачем? Если мы засыпем удобрение сразу в опрыскиватель, есть риск, что гранулы попадут в трубочки, попадут в форсунки, забьют их и будет повреждение. Вот так делайте правильно. Кстати, многие спрашивают, а можно ли обрабатывать этим раствором ягодники, такие как малины, клубнику, можно ли обрабатывать виноград и розы? Нет, ребят, для них эта обработка не нужна. Более того, у них очень нежные побеги, особенно если мы возьмем сейчас розы, которые еще вегетируют. Она может вызвать у них ожоги. Розы лучше перед зимовкой обработать препаратами меди, потому что розы – существа нежные, болезные. Им предстоит серьезная зимовка, и их нужно защитить более серьезно. А виноград осенью очень хорошо обрабатывать крепким раствором железного купороса. Он вызывает опробковение лозы и готовит ее к хорошей зимовке. А для плодовых у нас идет мочевина. Работаем. В какое время суток лучше всего обрабатывать растения мочевиной? Конечно же, вечером, либо в пасмурную погоду. У нас сейчас солнышко уходит на закат, а мы работаем в саду. Это самое лучшее время. Обрабатываем очень тщательно, особенно стволы, ветки, листья со всех сторон. Посмотрите, сколько на листьях собралось пятнышек. Это все болезни. Если они перезимуют весной, они начнут рассеиваться все более и более активно. Со всех сторон. Ведь мочевина, селитра – это препараты контактные. То есть нужно смочить лист всесторонне. Многие думают, что обработка мочевины или селитрой осенью может спровоцировать волну роста. Но на самом деле это крайне маловероятно. Почему? Осень, день короткий, и растения уже уходят на покой. У них работает такое явление, как фотопериодичность. И у них все процессы затухают. Все, что есть в листьях, оттягивается обратно в побеги, но никак не направляется на рост, на распускание почек. Поэтому в это время растения уходят на покой. И наша обработка мочевины никак не влияет на силу их роста. Сейчас же, кстати, мы и не проводим уже больше подкормок. Ни азотом, ни фосфором, ни калием. Они нужны были в конце августа, начале сентября, чтобы настроить наши яблони, груши, вишни, черешни на уход в зимовку. Поэтому спокойно обрабатывайте свои деревья мочевиной, селитрой. И не беспокойтесь, что это может привести к повторному росту. А вот как раз разложиться опавшей затем листве, эта обработка очень даже поможет. Потому что кристаллики мочевины, которые образуются потом на листьях обработанных, они сработают и как такой фактор дополнительного разложения. Листья, собранные потом из-под этих деревьев и заложенные в компост, можно сказать, обогащенные в какой-то доле азотом. Поэтому обрабатываем и не беспокоимся. Как я уже говорила, кормить растения сейчас, в конце сентября, начале октября, не нужно. Но если ваши растения молодые, ослабленные, подмерзли прошлой зимой или сильно болели, то можно пролить их раствором растим плоды процветок. Здесь содержатся микоризные грибы, а также целый комплекс полезных бактерий, грибков, гуминовые кислоты, которые оказывают стимулирующее воздействие на деревья, на кустарники и помогают им лучше адаптироваться к условиям зимовки. Поэтому для таких растений полив растим плоды как раз то, что нужно. Она не подкармливает, она поддерживает наши деревья, помогает им лучше адаптироваться к условиям среды. Итак, после того, как мы провели искореняющую обработку, последнее, что нам осталось сделать, это зачистить наши стволы от мхов или шайников, покрасить, побелить их, ну и, естественно, устроить оборону от мышей и зайцев, если они имеют доступ на ваш участок. Но об этом я расскажу в нашем следующем ролике. А пока я прощаюсь с вами и надеюсь, что та информация, которую вы получили сейчас, обязательно вам пригодится, и ваши деревья будут здоровы, крепки, долговечны и будут всегда радовать вас хорошим урожаем. Процветания вам!